У меня уже есть понимание, какое я хочу начало у концерта и конец. Именно не юмористическая часть я тебе покажу. Мне хочется, чтобы это было вообще без музыки. Ну, сам концерт будет с музыкой, когда выступление. Но вот в финальном варианте, короче, я тебе покажу, как я хочу сделать. Привет! Да хватит! Что, мне 41 год исполнился три недели назад. Вообще не переживаю. Просто в ахере живу. Не, на самом деле не переживаю, правда. Я переживала очень сильно до того, как мне исполнилось 40. Но у меня есть друг, ему на полгода раньше исполнилось. Я решила у него спросить. Я говорю, что, как ощущение? Ну, что-то поменялось. Он говорит, нет, вообще ничего не поменялось. Просто теперь, когда меня спрашивают, сколько мне лет, я всегда добавляю, блядь. Типа, 40, блядь. Я говорю, да ладно, что ты переживаешь? Вообще ж не выглядишь, Мигель. Я всех сдам. На самом деле выглядит. Ну, потому что, сука, он черный, еще и седой. Я таких только в доме дракона видела, блядь. Это все шутки. Он потрясающе выглядит, правда. Я вообще в целом не понимаю, когда мужчина начинает переживать из-за возраста. Потому что, ну, давайте честно, мужчины с возрастом становятся все лучше и лучше. Есть же такое, да? Да, я не знаю, как вы, но мне очень нравится, когда мужчина седой. Мне кажется, ему очень идет седина. Ну, вот я когда вижу седого мужчину, у меня всегда есть ощущение, что у него дома есть камин. Камин, шейный платок. Он по вечерам курит кубинские сигары, да. А здесь в Дикси он случайно. Ну, просто шел на запах, думал, конюшня, ну. Просто с седыми женщинами другая ситуация, да. Ну, седая женщина, это же всегда кто-то, кто ночью во дворе в халате зовет своего кота. Ну, типа, Тимошка! Тимошка! Ну, там иногда непонятно, она кота зовет или умершего мужа. Я просто подумала, смотрите, у нас в России мы что-то боремся с эйджизмом, но женщины сильно проигрывают. Ну, у нас же до сих пор взрослых женщин там осуждают за фотографии в соцсетях купальники, да, после сорока. Типа, ты веди себя прилично, ты взрослая. Ну, мне очень нравится, когда еще осуждают женщин за несерьезное поведение. Ты что такая веселая? Сиди с грустным лицом на концерте ротару. Реально, мне знаете, за что недавно прилетело? За прическу. Рассказываю. Я пошла на передачу, на съемки какие-то. И мне гример сделала две косички. Просто две косички, ничего сложного. Я сфотографировалась, выложила это в соцсети, и мне тут же какая-то женщина написала, Ирина, ну какие косички в 40 лет? Я думаю, у нас что, есть какой-то запрет на прически по возрасту? Типа, после сорока никаких косичек, да, если это не сыр. Давайте тогда гнобить малолеток за платье в пол. Говорит, ну куда ты, трехлетняя графиня, собралась? Что ты там под подолом прячешь? Варикоз? Ну реально, мужчинам сильно легче в этом плане, потому что они с возрастом действительно хорошеют. Им не идет молодость, да? Потому что у них там вот это трио. Прыщик, кадык, стояк, все одного размера. Ну а средний возраст у мужчин, он вообще потрясающий. Но я считаю, это их расцвет. Я вообще этот период у мужчин называю период между кепками. Да? Потому что, да, в 13 лет у пацанов есть кепка «Йоу, я рэпер», потом долго нет кепки и резко появляется кепка «Я лысею, надену кепку, никто не заметит». Если что, заметят, да? Потому что когда ты прямо из душа в кепке выходишь, понятно, что не стилек у тебя такой. Потому что полностью голый мужчина в одной кепке, да? Это уместно, если тебе три годика и ты на пляже. Мне, кстати, всегда чуть-чуть жалко было этих мужчин, знаете, на пляже, у которых плечи очень сильно волосатые, а голова, ну. Я в детстве всегда думала, что это просто дяденька очень долго стоял под душем и волосы смыла на плечи. Я в целом не понимаю, когда мужчины начинают переживать из-за внешности. Потому что давайте разберемся, для кого вы стараетесь хорошо выглядеть. Для нас, женщин. А нам плевать, как выглядит мужчина. Я клин... Да! С таким уродом, да, спишь? Короче... Я объясню. Я объясню. Смотрите, как бы мужчина не выглядел, не знаю, как он был бы там седой, лысый, с пузом, иногда комбо, да? Три в одном. У них у всех есть жена. Жена, которая, вот, сука, ревнует. Но... У всех же есть такая подруга, которая очень сильно ревнует мужа, а ты там на мужа смотришь и такая... Да ну нет, блядь. Ты чё, мать, ну... Не идёт борьбы за Шрека? За Шрека-гипертоника ещё, да? Что как он у тебя и красный, и зелёный одновременно? А они ревнуют, они истери... Вот какая-то молодая девка уведёт моего Игорька и будет сама ему расчёсывать волосы на пальцах ног. А я его пальцы так люблю. Они же как миньоны. Все разные. Я понимаю, когда женщины начинают переживать из-за внешности. Потому что, смотрите, всеми учёными, всеми психологами давно доказано, что первое, на что смотрит мужчина, это на внешность женщины. Поэтому мы стараемся следить за собой, мы стараемся хорошо выглядеть. Я вот при всей своей нелюбви к себе считаю, что к 41-му году я неплохо сохранилась. Да. Да хватит. Ещё. Нет, смотрите, я так уверенно это говорю только потому, что я реально над этим работаю. Ну, я хожу к косметологу, мне делают миллиард уколов в лицо. И я это не скрываю. Да. Потому что есть женщины, которые делают всё то же самое, но скрывают. Знаете, что они говорят? Они такие, что? Я так выгляжу. А это гены. Это гены. А я всегда мало же всех выглядела. От меня же педофилы, только в 48 отстали. Когда поняли, что не бывает маленьких девочек в чулках, да? Компрессионных. Или, знаете, меня ещё очень бесит вот этот сорт женщин, которые говорят, что я так выгляжу, это потому, что я веду здоровый образ жизни. Я не ем мясо, пью сок сельдерея, умываюсь росой, медитирую, занимаюсь пилатесом, а вечером я рою ямку в земле и ору туда, и я заебалась. Всех обманывать. Где мой бекон? Я прятала. А не в этой ямке. Я адекватная. Смотрите, я адекватная. Я хожу к косметологу, нам делать миллиард уколов в лицо, какие-то болючие процедуры на аппарате, а в конце дарит крем для рук. Видимо, чтобы в следующий раз, когда я её буду душить, было нежно. Но я привыклась, кто не знает, после 30 у косметологов всё больно. Ну, любая процедура, это что-то болезненная, а кто об этом не знает, мужчины. Потому что мне как-то парень подарил сертификат косметологу, говорит, сходи, кайфани. Кайфани. Ну, ты тогда сходи к проктологу, перезагрузись. У мужчин же сильно взгляд после проктолога меняется. Видели? Я просто вдруг недавно сходил к проктологу, пришёл в офис и вот так весь день в кабинете сидел, просто в точку смотрел и иногда говорил, нет, 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 нет. Мы говорим, да, Игорь, да. Я всех сдам. Я привыкла, что у косметологов всё больно, но там ещё иногда бывает страшно. Значит, я как-то не находила к косметологу, и мы сидели в холле, пять девочек у нас, и мы ждали, кто в какой кабинет пойдёт. И в какой-то момент из кабинета начала орать женщина. Не кричать, типа, а, о, а прям, мы все сидим с таким лицом, типа, вот бы мне не в этот кабинет. В этот кабинет было мне. Я захожу, говорю, Алена, пожалуйста, мы же не будем мне то же самое делать. Она говорит, не, не, вообще другое. Всем интересно, что ей делали? Рассказываю. Она говорит, мы ей удаляли перманентный макияж с век. Да. Мне так нравится эта реакция, потому что, ну реально, я не понимаю, как могла на это решиться. Она мне говорит, оказывается, 10 лет назад весной, мы же всё говно с собой весной делаем. Она решила, что ей нужны чёрные жирные стрелки навсегда. Да? А то, что чёрные жирные стрелки со временем расплываются, да, как и группы. Короче, я правда не понимаю, как женщины решают что-то с собой перманентное сделать. У меня вот ничего перманентного нет, у меня даже нет ни одной татуировки. Ну потому что я за жизнь не придумала, что такое на себе написать, да, или нарисовать, чтоб навсегда. Ну я знаю, когда люди делают татуировку, там не знаю, с важной датой, там имя ребёнка, номер снилс, да, тоже, навсегда. но, потому что я ни разу не видел, чтобы мужик пришёл к мастеру и такой, удаляйте тут имя сына, ну, долбоёбом вырос. Можно как-то Никиту в дракона переделать, всё равно со шкудишками ходит всё время. Не, я правда привыкла, что у косметологов всё больно, единственное, к чему не могу привыкнуть, это к описанию твоих проблем, да, когда она говорит, Ирин, лицо падает, сука, осень, осень, это... Сползают веки, надо губам вернуть молодость. Вот мы недавно моим губам молодость возвращали. Она мне говорит, спасибо, она мне говорит, процедура вообще не сложная, единственный момент, Ирин, после неё три дня никакого орального секса, к сожалению, надо будет потерпеть. Я говорю, но я справлюсь. Эти ужасные три дня без дикого кайфа. Ну, в лес уеду, в лес уеду, от греха подальше. С другой стороны, в лесу белки, да? Они тоже бывают мужчины. Я... Я просто так повеселила эта формулировка, к сожалению, надо будет потерпеть, чтобы была какая-то женщина, у которой прям ломка началась. Всё, она ходила, её трясло, блин, она скупала на районе все из кимома, блин. Тёрлась у прилавка с морковью, типа, сука, она уже даже мытая. Не то, что предыдущий, блин. Что, у меня 41 год, но у меня всё хорошо, я бы даже сказала, отлично, потому что я недавно первый раз в жизни ходила на свидание. Да. Это реально достижение, потому что, задумайтесь, к 41 году остаётся мало того, что ты уже делаешь первый раз, да? И все эти первые разы, они такие, нерадостные, они такие больше. Первая ЭКГ, первая САБО, да? Первая ЛЕЧО. Вот ЭКГ, САБО и ЛЕЧО, три всадника климаксов. Что, дала ли я после первого свидания? Конечно, нет, я дала до. Я сломала систему. Я вам больше скажу, я дала за год до. Там как с айфоном человечек предзаказ оформил. Блин, ну, короче, так вышло, у нас в целом отношения с сексом начались, но не так, что мы только после секса познакомились, да? Типа, Ирина, Геннадий, ну, рассказывайте, а вы куда в этом лифте ехали? Не, мы что-то там дружили, общались, потом этот сраный гермастер, блин, ну, классика. Я подумала, у нас в целом отношения в стиле Бенджамина Баттона получились, да? Потому что у нас сначала был секс, через год мы на свидание сходили, думаю, вот через полгода номер телефона ему свой дать, а то что он как дурак ходит по району, орет, Ира, трахаться! Курьера взбивает. Ну, и есть люди, которые меня за это осуждают. Эти люди, это женщины, да? Недотраханные, вот эти. То, что они как считают? Они говорят, вообще-то есть правила трех свиданий, правила пяти свиданий, правила десяти. Кто не знает, что это значит, рассказываю. Правила трех свиданий, это ты даешь на третьем свидании. Правила пяти свиданий, это ты даешь на пятом свидании. Правила десяти свиданий, это вот ты за ним бежишь, говоришь, ну возьми, ну блин, я мылась. Но, это, я, правда, я не понимаю, зачем осуждают человека за то, что так начались отношения. Неважно, как они начались, когда они неправильно начались, иногда даже лучше получаются. У меня, например, подруга с своим будущим мужем познакомилась на сайте БДСМ. Прикиньте, да, у них есть сайт, то есть есть айтишники в коже. Единственные айтишники, которые воняют, оправданно. Но, и они там познакомились, они поженились, у них есть ребенок, у них есть коляска детская, у них есть качели и взрослые, и детские. Все семьей качаются, радуются. Для меня, для меня прям большая загадка, как женщины могли найти какого-то мужчину на обычном сайте знакомств. Потому что я один раз зарегистрировалась в Тиндере, да, пока он был, ну, чисто, посмотреть, что в продаже. И я охренела, девочки, как вообще могли там кого-то найти. Потому что, мужики, че у вас, сука, с фотографиями? Ну. Я ни разу в жизни не видела столько фотографий в пуховике у памятника. Ну, Игорь, ну, я ищу. Кого ты ищешь? Фотографа? Ну. Ну, я правда, я просто в шоке, потому что мне парни показали, как выглядит Тиндер с мужской стороны. И он потрясающий. У всех девочек профили какие-то фотографии красивые, разные, фотосессии. Ни на одной аватарке, в отличие от мужчин, нет постельного белья с жар-птицей. Ну, я вообще заметила, что у одиноких мужиков какая-то проблема с постельным. Видели? Ну, оно же всегда ублюдское. Там вот, походу, че мать с собой в дорогу дала? Десять лет назад на дом и сплю. Ну, реально, там же чудо, если все из одного комплекта. Потому что там... Там обычно простынь красные маки, наволочки с паровозиками, а пододеяльника нет. Да, потому что есть плед. У них вот с пододеяльником, как с презервативом, не те ощущения, блин. Недостаточно колется. Но я посмотрела профили девочек и заметила одну особенность. У всех девочек в требованиях к мужчине было написано чувство юмора. Чувство юмора, чтобы у мужчины было чувство юмора. У одной женщины было капслоком, написано хорошее чувство юмора. То есть обжигалось. Ходила на свидание с человеком, который ржет со словами нуэд. Значит, ну, я понимаю, почему так важно у мужчины чувство юмора. Для меня это вдвойне важно, да, потому что это еще и моя профессия. Значит, рассказываю, как я понимаю, есть ли у мужчины чувство юмора. Мне недавно делали вторую операцию на руку. Ничего страшного. Но до нее нужно сдавать анализы на все. Ты сдаешь 6 литров крови вообще на все на свете, блин. И мне в течение дня приходили результаты анализов на почту. И мне парень пишет, привет, что нового? Я пишу, спи да нет. Он мне пишет, я тебя понял, выезжаю. Вот это хорошее чувство юмора. Ну, я, короче, вот долго не могла понять, как у нас с этим чуваком все, что было, переросло в нормальные и серьезные отношения. А потом поняла, знаете, когда? После первого трезвого секса. Потому что, давайте честно, трезвый секс — это новый этап отношений. Да, потому что, смотрите, если вы припили и занялись сексом, это веселье, это развлечение, так вышло. А если вы во вторник в 15.00 попили чай с вафлями и занялись сексом, ну, вы пара. Поздравляю. Удачи тебе повторить то, что ты пьяненькая в сексе вытворяла. Да, девочки, есть что такое? Что ты пьяная такое творила? А потом трезвый такая — ой, нет, я вообще не такая, я вообще-то этим кушаю. У меня вообще есть теория, что все фишки в сексе придумали пьяные люди. Ну, смотрите, извращенные приколы все сто пудов пьяные. Ну, вряд ли трезвый человек такой — стропон? Интересненько. Смотрите, фистинг. Ну, сто пудов пьяные. Явно же у пьяного мужика сначала до кольца упало. Он же полез доставать. Ей понравилось. Ну, золотой дождь. Ну, сто пудов. Явно пьяный мужик начал это делать. Женщина такая — ты чё творишь? Он такой — это дождь. Просто дождь. Моя золотая. Ну, я вас заметила, что в трезвом сексе есть одна проблема. Это, знаете, с переходом к сексу. Как начать? Потому что, ну, пьяненький — это само чудо. Как-то закрутилось, началось. А трезвый, ну, вот в фильмах мужчина говорит всегда какую-то фразу, типа «Малышка, иди сюда. Детка, я хочу тебя». В жизни тебе никто ничего такого не говорит. Вы знаете, как у меня последний раз секс начался? Он мне сказал, «О, а чё это такое?» Я говорю, «А у тебя это ж такое?» И всё. Чипсы в сторону, блин. Начался секс со вкусом бекона, блин. Ну, правда, я клянусь, мне вообще кажется, что секс по любви переоценён. Но смотрите, лучший секс всегда с человеком, на которого тебе чуть-чуть посрать. Потому что, смотрите, если ты любишь человека, то ты даже во время секса хочешь показаться хорошим человеком, да? А хорошие люди не душат. Ну, реально, там и мужчина, он бы что-то сделал, он бы ударил, но он такой, «Да как я могу так с женщиной, которой моя мать блины передавала?» Ну, реально, мы же, мы во время секса по любви, смотрите, мы делаем скидку на любовь, да? Мы такие, «Ну да, сегодня было так себе, но зато это мой родной человечек, да? Он моей собаке лапы моет». Раньше просто трахали, уезжали, Толик грязный бегал, ну. Для информации, мы с этим чуваком уже расстались. А, снова мы там три раза сходились, расставались за полтора года. И, честно говоря, я задолбалась. Ну, потому что у меня подруги задолбались запоминать, как его правильно называть, да? Андрей или мундак. Да, потому что мужчину вы не знаете, но когда вы с нами расстаетесь, вы теряете имя. Во всех чатах с подругами вы теперь этот ублюдок, этот тварина, да? Причем, даже если вы снова сошлись, вам первые две недели имя не возвращают. Ты просто пишешь, этот мудак подозрительно хорошо себя ведет. Ну, я правда, три раза мы сходились, расставались, я правда задолбалась, потому что... Ну, короче, расставание в 20 лет и в 40 лет — это два совершенно разных расставания. Ну, смотрите, когда в 20 лет девочку, там, не знаю, расстается, бросает, она такая, «Что, ты меня бросил?» «Ничего страшного!» «И я крашу волосы в синее, еду на бали, буду заниматься скайсерфингом и сексом одновременно, блин!» «Чайки охереют вообще!» Даже если девочка там страдает, она говорит, «Я больше никогда, если никого не найду!» Ну, она лукавит. Вот я сейчас думаю, «Я больше никогда, если никого не найду, потому что я не встану!» «Бля, я так хорошо легла!» Сейчас сейчас на ножах с Ивлевым по пятнице начнётся, вообще улёт, блин! Ну, реально, нет вот сил чё-то флиртать, чё-то делать. Знаете, если в 20 лет ты такая, «Ты меня бросил?» «Да я найду лучше!» «Ты охренеешь, с кем я буду?» «Да что ты, Джаред Ле, ты охренеть!» «Что он на Савеловской, блин?» «Ну, сейчас я не тусить неохота, знаете?» Ну, если раньше, там, после выходных, такая, «Мы так круто, тустили до утра!» «Воу!» «Сейчас для меня самый кайф, если я в выходные просыпаюсь, такая, «Бля, так выспалась!» «В это... до восьми утра!» «Ну, надо запомнить эти таблетки, блин!» «Я реально, я сейчас поняла, что для меня сейчас выспаться — это круче, чем оргазм!» «Ну, я уже по-другому, знаете, смотрю на вот эти порно-ролики, типа, где «Грабитель залез в квартиру и трахнул спящую хозяйку!» «Я думаю, это не извращение, это моя мечта!» «Тайм-менеджмент уровня бог вообще, блин!» «И выспалась, и улыбаешься!» «Ах, что я когда рассталась, я думаю, главное не вести себя как все, типа, не показывать, как я счастлива и все такое!» «Поэтому я решила, что он вообще не должен знать, что у меня в жизни происходит, поэтому я заблокировала в своем телеграм-канале!» «Но я все-таки женщина, поэтому мы с подругой решили проверить, а что человек видит, если его заблокировать в телеграм-канале!» «Мы заблокировали мою подругу!» «И теперь ни он, ни подруга ничего не могут видеть, потому что мы не знаем, как разблокировать!» «Сука, нельзя расставаться в 40, если вы не антишники!» «Но я поняла, что какой бы женщина сильной ни была, ты все равно как при расставании будешь вести себя как все!» «Все женщины после расставания ведутся одинаково!» «Если что, мужчины, весь месяц после расставания, весь контент в соцсетях — это для вас!» «Да, это все для него!» «Там два варианта развития событий!» «Там либо вот это, смотри, знаете, эти рилсы, сторис, где смотри, как я счастлива!» «Какая-то волосатая рука поджигает мне Б-52, а!» «Ну какая, бармена, блядь!» «А второй вариант — это когда девочки начинают писать, типа...» «Я все осознала, теперь я новый человек!» «Вот тут такое говно!» «Ну, просто смотрите, я когда много лет назад разводилась, я очень боялась, что я стану вот такой просветленной!» «Потому что тогда я такой и стала!» «Я купила все книжки из серии «Посылай запросы во Вселенную!» «Там везде было написано, мысли позитивно, мысли позитивно!» «Я в какой-то момент так позитивно мыслила!» «Ну, я могла стать лицом канала «Спас» вообще!» «Ну, реально!» «Я как-то проснулась утром, надела платок, а мне идет...» «Это ненормально!» «Ну, я очень-очень боялась!» «Ну, я тогда просто прочитала все и все!» «А сейчас что девочки делают?» «Они начитают с этих книг, насмотрятся психологических рилс, да?» «И начинают выкладывать посты в соцсетях, типа...» «Все, что сейчас происходит, это про новое я!» «Это про самореализацию!» «Нет!» «Это про неправильное использование предлога!» «Ты что, правильно говорить, это о новом я!» «Отвлечемся чуть!» «Я лингвист!» «Для меня очень важно, как человек излагает свои мысли!» «Спасибо, коллега!» «Правда, очень важно, как человек формулирует, но я не это, не мразь!» «Вот это, знаете, который в комментариях пишет...» «Вообще-то!» «Слово «вообще-то» пишется через дефис!» «Нет!» «Эти конченые, но...» «Они такие дотошные!» «Мне кажется, они гладят даже простыни, которые на резинке» «Мне просто...» «Мне просто не нравится, когда люди пытаются с помощью речи показаться умнее, чем они есть, знаете?» «Сейчас вот очень модно использовать это выражение, когда говорят...» «Мне это не нравится от слова «вообще»» «Мне это не нравится от слова «совсем»» «Может, мы им расскажем, что они нас задолбали от слова «заебали»» «Ну, они ж выделиться хотят, а так все говорят, но...» «Мне правда не нравится, когда люди пытаются показаться умнее» «Вот есть девочки, которым нравится какое-то слово, она до конца не знает, что оно значит, но все равно использует» «Знаете, что-то типа...» «А приори...» «Да, мы с Тамарой будем два...» «А приори шприц» «Ну, не убейтесь...» «Осторожней» «Мне еще нравится, когда у людей вкусная речь, знаете?» «Когда как-то изящно выражаются» «Я в этом плане...» «Обожаю гадалок Таро» «Кто смотрит второго расклада и поаплодируйте» «Ну да, нас четверо с вами» «Там миллионы просмотров это...» «Собака искала свой путь» «Я обожаю...» «У меня есть гадалка Тарона, которая подписана именно потому, что она так вкусно формулирует» «Короче, она делала как-то один расклад и говорит...» «Ну там же так мало мозга, не хватит намазать на член конорейки» «Мозг на члене конорейки» «Ну я хочу...» «Это канапе» «Это же что-то из ресторана Новикова, да?» «Блин, ну она потрясающая» «Я правда, я в какой-то момент думала от нее отписаться, но слава богу, не отписалась» «Потому что я клянусь, неделю назад она делала расклад и во время расклада рыгнула» «А это было, знаете как, она говорит...» «Ну что, а какая тайна нам сегодня откроется» «Я думаю, ну какая, потому что ты колы попила, вот это...» «Короче, я когда рассталась, я очень боялась стать вот этой женщиной, которая...» «Я просто желаю ему счастья» «Нет, я ему счастья не желаю» «Я желаю, чтобы он сдох от поноса» «А я знаю, он может» «Чебупели меня не подведут» «Мне так нравится, что мы все вместе его ненавидим» «Давайте, чтобы вы его еще больше ненавидели, он мне бросил 31 декабря по СМС» «Да?» «Ну что, Гузеева говорила...» «Я первый раз в жизни мщу в концерт» «Но он заслужил, да?» «Ну а мы же сейчас снимаем этот концерт» «Он посмотрит» «Он посмотрит» «Да?» «Иначе зачем я его снимаю» «Ну на унитазе, потому что человек понос» «Слушайте, я когда писала эти шутки, я подумала, блин, неужели я одна такая мразь» «Мои хорошие» «И я в тот момент сделала опрос в телеграм-канале, говорю, «Девочки, а расскажите, вот вы когда расстаетесь, какие вы вымышленные проклятия придумаете своим бывшим? Покидайте» «Господи, какие светлые люди на меня подписаны» «Мне такого накидали» «Я думаю, да я святая, я просто желаю, чтобы он от поноса сдох, но без венерических заболеваний, полученных от крупно-рогатого скота» «Значит, я выписала самые яркие» «Я вам сейчас зачитаю» «Напоминаю, что мы желаем своим бывшим» «Чтоб не давали даже проститутки на трассе» «Чтоб обосрался железной стружкой» «Чтоб на некрасивых мужиков вставал» «Прикиньте, даже не на красивых» «Чтоб новая жена ему тройню родила» «Чувствуете, как тоненько, да?» «Вроде и прибавление в семействе желает, и чтоб повесился человечек» «Одна женщина написала, что ей муж изменял, и она в ЗАГСе в графе «причина развода» написала «сыцу по ночам» «Но мой кумир» «Женщина, она говорит, он мне изменял» «Я взяла в телефоне его контакт, переименовала на «маленький член» «И теперь, когда в «Гетконтакт» заходишь» «Ну я считаю, это раунд вообще, это…» «Ну вот, что я подумала» «Смотрите, в тот момент, когда у нас вот это всё происходит, мы же искренне это желаем, от всей души» «И если верить во всё это говно с «посылай запросы во вселенную» «То, возможно, всё, что сейчас делает Панин, это не по своей воле» «Прикиньте, он стоит такой, да чё происходит, блин» «Мне же нравилось овчарок просто гладить» «Что, я рассталась, я свободна» «Я так это вижу» «Ничего не выйдет» «Я правда себя чуть посвободнее стала чувствовать, я сейчас нет-нет хожу в корсете и в чулках» «Очень круто звучит, если не уточнять, что корсет ортопедический, а чулки компрессионные» «Ну, к сожалению, врач мне разрешил летать в самолётах, ездить в поездах только в таком виде» «Да, поэтому если вдруг встретите меня в самолёте, знайте, что с вами летит шлюха из дневного стационара» «Надусь Шарко» «Мои подружки» «Это грустно, конечно, в целом, но вот что я поняла, смотрите, компрессионные чулки, они хоть и компрессионные, но они всё-таки чулки» «Потому что у меня как-то был секс в компрессионных чулках, без интриги рассказываю» «Мне несколько лет назад делали операцию на колено, и там были осложнения, и мне сказали, ходить в компрессионных чулках всегда, вообще три месяца не снимать» «Ну, а любовь, да, не знает слова «реабилитация» «И у нас там с чуваком одним всё к сексу идёт, и я такая, ну, блин, что делать-то, ну, буду что-то выкручиваться, справки покажу» «Ну, короче, я раздеваюсь, он на меня смотрит и говорит, «Уф, только умоляю, не снимай» «Прикиньте, он не понял, он не понял, он такой, чулки, а то, что тосков там нет, ну, вообще одно, умоляю, не снимай, ты будешь умолять, я не сниму, блин» «То что кто-нибудь когда-нибудь надевал чулки второй, компрессии, блин» «Вот эти, которые…» «Их там, чтобы снять, нужно звать мужика, чтобы он тросом дёрнул, блин» «Но для меня это, вроде, весёлая история, как чувак не понял, что бельё компрессионное, а он-то её явно по-другому рассказывает» «Он говорит, «М-м, была как-то у меня женщина в чулках, какие-то французские, написано «Ортека»» «Что, я побыла в отношениях, я была одна, и вот, что я поняла, нам женщинам не угодить» «Смотрите, когда у женщины нет мужчины, ей не нравится» «Когда у женщины есть мужчина, ей не нравится он» «У меня есть подруга, которая сначала с парнем, и она постоянно на него жалуется, что-то случилось» «Она, короче, как-то звонит и говорит, «Это капец, это капец» «Я говорю, что случилось?» «Коротко рассказываю, что случилось» «Они поругались, она заревела, и пока она ревела, он уснул» «Ну, по мне, ничего странного, понятно, она там что-то бэ-бэ-бэ, ну, ой, качала, блядь, ну» «Но она так возмущалась, как так можно?» «Я ревела, он уснул, что мне делать, что мне делать?» «Я говорю, ну что делать? Не реви, когда он за рулем, блядь» «Опасно» «Я не вижу ничего в этом плохого, но у нас есть третья подруга, которая говорит, «А я как считаю, если во время ссоры заревела ты, а потом заревел он, то это высшее проявление чувств» «А я считаю, что это говно собачье» «Ну, просто по мне, если брутальный мужчина сидит и плачет, значит он бухой, хотел покурить, у него зажигалка закончилась» «И он сидит и, да ёптвою мать, ещё и плита электрическая» «Ну, реально, нам, женщинам, не угодить, мы же реально ищем мужиков с качествами, противоречащими друг другу» «Мы же хотим, чтобы он был брутальный, мощный, но при этом добрый, нежный, ласковый» «Мы все как будто ищем мужика с биполяркой» «Ну, все же хотят, чтобы он был и бандит, и с шопером ходил» «Да, такой бандит, который, а мы за экологию» «Мы трупы уже в мешках не закапываем» «Чисто бумажные пакеты из-под круассанов» «Ну, мы странные женщины, мы ищем какого-то сопливого бандита, таких сопливых бандитов, ну, в жизни не бывает» «Они бывают только в турецких сериалах» «Да, кто смотрит турецкие сериалы?» «Кто со мной на этом сладком дне?» «Ну, там реально, там главный герой всегда какой-то мощный тип, владелец фирмы, да?» «А вечером он плачет у фотографии любимой» «Я недавно смотрела какую-то серию, там вот этот мощный тип поругался с своей девушкой и вышел в сад разговаривать с деревьями» «Думал, хвойные ему ответят» «Ну, они же там еще очень смешно про себя говорят, они всегда про себя говорят в третьем лице» «Он стоял и говорил, «Серкан Балат предательство не прощает» «Я подумала, это очень круто звучит, но это круто звучит только в турецких сериалах и только с турецкими именами» «Стверждайте честно, если в жизни будет стоять русский мужик и говорить, «Сергей Колотилин предательство не прощает» «Значит, Сережа Колотилин в говно» «Он через три минуты будет петь» «Что-то про офицеров» «Ну, правда, мы странные женщины» «Мы влюбляемся в актеров на экране и забываем о том, что это другой человек, это просто образ» «В жизни этот человек, он реально актер» «А мужчины, актеры — не лучшие люди» «Расскажу» «Короче, был у меня как-то один актер, знакомый, неважно» «И это он так странно разгорел» «Я шел в кромешной тьме, мне резало руки» «Я думаю, по-братски нельзя так пафс на пакеты из США нанести» «Ну, это круто, все работает, когда вы там, знаете, гуляете по городу, наслаждаетесь рассветом» «Но бытовуха, она все рушит» «Я клянусь, я не раз не выдержала и заржала, когда он мне сказал, «Родная, будь добра, подай лаваш» «Возвращаемся к моей подруге, напоминаю, она ревела, он уснул» «Она очень сильно на него обиделась, и он в качестве извинений на вертолете увез ее на остров» «Для сравнения, у меня бывший парень болевал в ванной и уснул, и в качестве извинений он мне открыл дверь и я пописала» «Я думаю, сука, какими разными жизнями мы с тобой живем, и да» «Но мне вот всегда такие мужики попадались, знаете, которые, ну, простые, обычные, такие, которые еще разговаривают глаголами в прошедшем времени» «Типа, обнял», «Услышал», «Перевел», вот перевел очень хорошее, очень нравится «Я подумала, у меня, может, просто, ну, вкус говно на мужчин» «Потому что я вот недавно встречалась в кафе с другом, а у меня друг внешне очень красивый, прям потрясающий» «Я чуть опоздала, а мне хостес в ресторане говорит, «А вас кто-то ожидает?» «Я говорю, да, меня ожидает очень красивый мужчина» «Все, мы идем по залу, доходим до стола, я говорю, «Кстати, вот и он» «Она на него посмотрела и говорит, «А, не, мне другой понравился» «Я говорю, ты чего выпендриваешься вообще, чего ты выбираешь?» «Ну, смотрите, сейчас нормальных мужиков вообще не осталось» «Ну, вот я подумала, в моей возрастной категории нормальных, ну, три, б***ь, в мире, наверное» «Ну, сейчас женщины очень сильно занижают требования и правильно делают» «Мне, короче, подруга недавно приходит и говорит, «Слушай, помоги мне, я иду на свадьбу к подруге, не знаю, что надеть» «Она выходит замуж за карлика» «Я говорю, не знаю, что надеть, а ты знаешь, что сказать, но» «Не осуждаем, не осуждаем» «Ну, влюбилась, да, нашла свою вторую половинку» «Смотрите, я супертолерантный человек, вообще ни в коем случае не осуждаю» «Просто, чтобы вы понимали, они там сами на приколе, у них свадьба была в стиле «белоснежка» и «гном» «Она поэтому не знала, что надеть» «Но мне стало интересно, я говорю, а у неё это первый брак вообще?» «Она говорит, нет, третий» «Я говорю, ну давай, второй с половиной, получается» «Но мне правда стало интересно, почему она его выбрала, что не так с предыдущими» «Она говорит, проблема в том, что вот предыдущие мужчины как раз были какие-то нюни, какие-то тряпки, а этот брутальный, мощный, властный, типа, за ним как за каменной стеной» «Я говорю, бордюром» «Это последнее всё, это...» «Но я её сильно понимаю, потому что вы заметили, как много стало немужественных мужчин?» «Ну вот этих в Москве вообще до хрена вот этих, знаете, холёных, которые себя любят» «Ну их легко узнать, у них всегда с собой есть влажные салфетки» «Вот эти ребятки» «Я просто не очень понимаю, знаете, мужчин, которые, типа, разбираются в устрицах» «Которые говорят, что устрицы, обожаю, это афродизиак» «Ну я больше за тех мужчин, которые, я эти твои сопли есть не буду» «У меня на тебя встаёт, даже когда ты в худи» «Обнял» «Я просто реально переживаю, что так много стало сильных, мощных женщин, так много немужественных мужчин» «Я боюсь, что мы в какой-то момент действительно поменяемся местами» «И это уже у меня после секса будут спрашивать» «А вы правда продюсер?» «А я правда продюсер!» «А я стану звездой?» «Да, станешь!» «Учи шутки, теперь ты Саша Муратова!» «Слушайте, говорят, что 40 лет — это примерно половина жизни, поэтому нужно подводить некие итоги» «Я подумала, в целом я пока в карьере ничего великого не достигла, да?» «Ну типа, не снялась в рекламе руки за грибуки, да?» «Держусь как-то, свяжитесь со мной» «У меня вообще сейчас есть проблема, я заметила, что у меня собака моя популярнее, чем я» «Кто знает, что у меня есть?» «Да, собака» «Его зовут Толик, кто не знает, он породы Мультипо, он очень милый, его люди обожают, сука, его узнают» «Понимаете?» «Я как-то стояла на светофоре, у меня на руках вот так сидел Толик» «Рядом стоял мужик и увидел его, говорит, это же Толик» «Потом на меня посмотрел, говорит, и вы тут» «Нет, Толик сам Убер вызвал, сейчас стерео пипл» «Мы реально, мы как-то гуляли по улице, подбежала девочка и говорит, господи, это же тот самый Толик, которого Антон Шастун позвал к себе в передачу «Контакты»» «Я говорю, да, и мы там звонили его друзьям» «Рексу из сериала «Рекс», да?» «Бетховену из «Бетховена» «У меня просто правда, Толик живет какой-то лакшери жизнью» «Я не знаю, может, потому что я его задорого купила, да?» «И тут как с машиной, он теперь дорогой в обслуживании» «Ну, потому что он у меня как-то приболел, он кашлял» «Я привела его к ветеринару, и знаете, что ветеринар выписал?» «Увлажнитель воздуха» «Я говорю, а поближе к морю нам не надо переехать» «Да, она ему так еще на него смотрела, типа…» «Я думала, он скажет, что он у вас такой грустный?» «Может, вы его в дрочильню сводите?» «А что, мне кажется, они есть, смотрите» «У собак сейчас есть все, свои парикмахерские там что-то, клиники» «Мне кажется, есть где-то собачья дрочильня, да?» «Где сидит старая пекинессиха» «Говорит, я же актрисой хотела стать» «Думала Лэсси сыграть» «Не взяли, расисты» «Нет, меня тоже узнают, но иногда не там, где я хотела бы» «Слушайте, меня вот недавно узнал гинеколог» «Ну, не так, что прямо на приеме, типа…» «О, знакомая вагина, Айза, ты…» «Не, она меня в коридоре узнала, говорит, «Ирина, это вы?» «Ну, тогда мы вам сейчас так все хорошо сделаем» «Типа, вы звезда, пойду найду перчатки» «Ну, а мне не надо, чтоб меня узнавал гинеколог, правда» «Ну, согласитесь, любой поход к гинекологу, это и так стресс» «Да, есть такое?» «Ну, я просто, я не знаю, столько лет хожу к гинекологу, я еще ни разу не заходила в кабинет на расслабоне, да?» «Типа, с ноги и дверь открываю, трусы в руках верчу» «Да я же в коридоре их сняла, там надо было бабку в очереди заткнуть, блин» «Нет, это всегда такой стресс, блин, ты заходишь, ты…» «Ну, для меня вообще, ну, стресс – любое мероприятие, где надо снимать трусы, да?» «Не знаю, там, гинеколог, шугаринг, на концерте Иванушек» «Разное было, но…» «Ну, правда, я не знаю, мне кажется, там так страшно, потому что там все процедуры, ну, вообще не кайф» «Ну, давайте честно, узи у гинеколога – это ад» «Да, мужчины, знаете, что такое узи?» «Рассказываю» «Значит, ну, во-первых, да, узи у гинеколога – это не снаружи, это внутрь» «А во-вторых, ну, наверное, медицинское описание другое будет» «Но я чисто свои эмоции передам» «В общем, представьте, что вы диван, и у вас яичники закатились под диван» «И женщина палкой пытается их оттуда достать» «Ну, релакс» «Блин, ну, правда, ну, они, конечно, ну, они же еще, если врач хороший, они становятся чуть сумасшедшие, знаете» «У меня просто вот делали определенную процедуру, вышла врач и говорит, «Ирина, у вас такая красивая матка» «Я говорю, насколько красивая» «Ну, делаем ей фотосессию в лофте» «Я думаю, вот где у меня рабочая сторона-то оказывается» «Не туда мы соленый гиалуронку колем, блин» «Ну, они пытаются что-то сгладить, они, знаете, когда они говорят» «Ну, а после этой процедуры, Ирин, половой покой» «Я думаю, покой» «Как будто до этого карнавал был, но» «Спасибо, что остановили этот шлюшый трип вообще» «Ну, я в какой-то момент сделаю гинеколога и думаю, блин, она мне половой покой прописала» «Косметолог мне оральный покой» «Думаю, ну, гастроэнтерологу я не иду» «Мне нужна надежда» «Что, не просто так я ходила к гинекологу, естественно» «Мне 41 год, у меня нет детей» «И, естественно, меня задолбали вопросом, где дети, где дети, где дети» «Значит, я сходила к гинекологу, заморозила яйцеклетки, и теперь у меня есть ответ, где дети» «Дети в холодильнике» «Вот там, за пельменями шесть штук слипшиеся» «Мои» «Блин, я не просто так решила прилюдно об этом рассказать» «Потому что это очень волнительный вопрос для каждой женщины» «Потому что у нас в России общество очень сильно не просвещено вообще в этой теме «ЭКО», «Отложенное материнство», «Суррогатное материнство» «У нас есть люди, которые до сих пор не понимают, откуда у Киркурова дети» «А они такие, да он сам родил» «Он что, в перьях ходил? Вынашивал» «Реально» «Ну, это правда, нужно об этом разговаривать, потому что я, например, рассказывала своим подругам, когда заморозила яйцеклетки «Блин, спасибо, что рассказала, мы тоже хотели, но боялись» «А боялись, например, того, что вдруг это дорого?» «Если что, вообще недорого» «Хранение яйцеклеток год стоит 14 тысяч рублей» «Это где-то 1200 рублей в месяц» «Это как подписка на кинопоиск» «Или весёлые гудки от МТС» «Ну, можно отказаться от чего-то» «Ну, короче, я думаю, что нужно об этом говорить, потому что это правда волнительный вопрос» «Потому что у нас в России люди вообще всего нового боятся» «Вы знали, что есть целое сообщество людей, которые считают, что дети, рождённые с помощью ЭКО, это дети без души» «Прикиньте, вот они и рыжие» «Там если с помощью ЭКО рыжий родиться, то всё, блин, ну, его даже в Иванушке шептать не возьмут» «Объясню, это сумасшедшие люди, у них, знаете, в чём теория их состоит» «Рассказываю» «Они как считают, во время натурального зачатия, во время оргазма из мужчины выходит часть души, а она объединяется с женской и получается новая душа» «Я думаю, ааа, вот почему мужчина во время оргазма такое лицо скрюченное, это у Валеры душа выходит» «Вот это…» «Каждый раз, блин, мы же дьявол» «А нет, душа, да?» «Кому-то на живот, блин» «Но…» «Им просто раз в месяц приходит сообщение, вы прошли 10 тысяч шагов в сторону от вопроса, где дети» «Просто, ну правда, меня задалбливают, например, но я ни разу не видела там 45-летнего мужика, которому говорили, «Сережа, ну вот это все твое окончательное лицо, это, конечно, здорово, это…» «Ты большой, молодец, блин, метки в глаз научился попадать» «Ну ты жену свою пожалей, ну…» «Тамара же уже не ходит в бары с ультрафиолетом» «Я обожаю эту шутку, я…» «Просто мне жалко, мне очень обидно, что у нас у женщин есть срок годности в этом плане, потому что у мужчин его нет» «Вот недавно вышла новость, что 83-летний Аль Пачино в четвертый раз стал отцом» «Прикиньте, 83 года, молодой отец, блин, такой молодой отец, которого тоже родственники в ванной моют» «Там очень удобно, прям после ребенка, блин, раз» «Чтобы вы понимали, матери его ребенка 29 лет, то есть, прикиньте, он старше ее на 54 года, сука, он ее старше на целого отца» «И смотрите, я уважаю Аль Пачино, он гений, он непревзойденный, но ему 83 года, ну вот как ты с ним смогла?» «Ну, от него же пахнет» «Ну, дедом» «Знаете этот запах, когда ты домой приходишь, такая, о, дед приходил» «Ну, вот этот, смесь сырости с айкосом, ну…» «Из-за него еще квартиру дешевле сдают» «Не, он молодец, Аль Пачино, ну, 83 года, трахается» «Ну, вот как?» «Ну, что там может быть за секс, если ты старше позы 69, ну…» «Я объясню, что я так завелась» «У меня как-то был мужчина постарше, но не так сильно» «Ну и там, честно говоря, так все плохо было» «У меня тогда была шутка, я сейчас расскажу» «Я говорила, взрослые мужчины в сексе удивляют, да?» «Но не так, как ты планировала» «Недавно мужчина во время секса использовал слово «весьма» «Он говорит, Ирина, весьма…» «Я говорю, Александр, окститесь, блядь» «Смешная шутка» «Я ее сняла в женском стендапе» «Срезала рилс, выложила» «И мне какая-то женщина написала, Ирина, это еще что?» «Мне недавно мужчина во время секса сказал, ну, пацаби» «Сука, где вы трахались, ну?» «В сериале «Сваты»» «Что?» «Вообще, мне правда задолбал вопрос, где дети» «Потому что мне хочется ответить правду, у меня уже есть дети» «Это мои родители» «Я не знаю, как так происходит, но в какой-то момент родители резко превращаются в детей» «Есть такое у кого-то?» «Блин, это так странно!» «Я подумала, ну, прикиньте, родители — это люди, которые научили тебя всему» «Они тебя научили ходить, говорить, думать, ну, там, они были твоей опорой» «А потом в какой-то момент ты приходишь домой, а эта опора все шоколадные конфеты съела» «Я говорит, а мы обедать не хотим» «Это мои родители, если что» «Я просто недавно неделю жила с родителями, а я, ну, давно с ними не живу, и я думала, они адекватные» «Ну, потому что мы с ними каждый день созваниваемся по видеосвязи, и они нормально отвечают, типа, не говорят, «О, как ты туда залезла» «Ну, короче, вот мы с ними пожили неделю, и мы разные, ну, они найдут кого-то лучше» «Короче, я поняла, что я нарушила самое важное правило» «Два дня с родителями на третий уезжаешь» «Да, это нельзя нарушать» «Потому что, ну, смотрите, какая бы вы дружная семья ни были, вы на третий день посретесь» «Даже самая идеальная семья, вот эта, знаете, из рекламы «Майонеза» «Я клянусь, не просто так реклама 30 секунд идет» «Там явно на сороковой секунде она такая, ну, куда ты на пулловер капнула, ну, ты ебать в туфлях на кухне» «Короче, мы пожили с родителями неделю, и вот вам моя комедия «Наблюдение за родителями» «Короче, они могут обсуждать какую-то фигню невероятно долго» «Пример, мама лежит на диване, папа идет с кухни, мама говорит, ты тарелку помыл» «Он говорит, помыл» «Ну, как помыл? Сполоснул» «После винограда же не надо прям мыть» «Нет, не надо» «А ты протер?» «Ты знаешь, не стал» «Я подумал, ты свой виноград доешь» «Я твою тарелку помою, и потом обе...» «Сука!» «Нельзя так долго обсуждать тарелки, если это не подкаст, но» «Ну, я люблю своих родителей, они потрясающие, правда, они супер» «Мы круто провели неделю, мы что-то там смотрели фильмы вместе, обсуждали тарелки, да» «Благо, у меня их много» «А вечером я рыла ямку в земле» «Что, я понимаю, что я сейчас все это рассказываю, и такое ощущение, что я такая молодец, блин» «Ну, родители любят, блин, яйцеклетки заморозила, да, рассталась, но выжила, ну, сильная, независимая» «Ну, вот, вообще нет» «Ну, правда, я с удовольствием была бы слабой, обычной» «Ну, потому что, поверьте, ни одна сильная женщина не становится сильной по своей воле» «Да, тебе приходится» «Я, правда, мне бы с кайфом, если бы рядом был мужчина, да, какой-то, который сильный, который может меня защитить» «Я обожаю, когда меня могут защитить» «Вот, правда, если мужик стоит и говорит, а ну, отошли от нее, я кайфую, даже если он собакам» «Я просто стою такая, да, блин, получите пуделя, блин» «Защитник мой, блин» «Ну, правда, это очень важно, любой женщине, сильной, слабой, нужно, чтобы рядом был человек, который ее может защитить, да, если ты, да, выебывалась» «А такое бывает, но» «Причем я заметила, что выпендриваться начинают именно те женщины, у которых есть мужчина» «Ты же замечали, в ресторанах одиночки, они вообще без претензий, они приходят такие, что, нет стола, супер, на полу посидим» «Кондиционер капает, класс, запивка» «А кто у нас срется с администратором, да?» «Там же стоит эта женщина, которая, да вы знаете, кто мой мужчина» «Рядом обычно стоит мужчина и такой, а кто я?» «Я ж просто Витя» «И если она не перестанет так разговаривать с кавказцами, я стану Витя, царство ему небесное» «Я клянусь, за каждой фразой «позовите администратора» стоит гордое мужское сжатое очко, блин» «Мне правда очень нравится, когда меня могут защитить, даже когда незнакомые люди» «Мне вот недавно в соцсетях очередной хейтер написал что-то очередное про то, что я некрасивая, глаза по бокам, похожи на рыбу, но будни мои» «И один из подписчиков, я считаю лучший на свете, решил меня защитить» «Он этому чуваку написал, цитирую» «Слышь, а тебе давно в жопу ссали» «Угроза, конечно, интересная» «Ну блин, так приятно стало» «Ну я даже представила себе этого рыцаря, знаете, который скачет на коне, ссать хочет, но терпит» «Из минусов таким, конечно, не похвастаешься, да» «Подруга будет говорить, вообще-то за меня дрались» «Я такая, вообще-то» «За меня, конечно, не дрались, но есть человечек, который купил зонт для жопы» «Смотрите, концерт на самом деле подходит к концу, я надеюсь, вам понравилось» «Спасибо» «Очень круто, я просто хочу, чтобы у вас остались хорошие воспоминания, и если нет, у меня для вас есть лайфхак» «Обожаю, когда айфон сам создает воспоминания, знаете, когда он делает клип из фотографии подборки, накладывает какую-то музыку, да» «И называет что-то типа «Лучшие друзья сквозь года», или «Вечер на пляже у моря» «У меня недавно айфон сделал подборку, которая называется «Я и мытищи сквозь года» «В целом, как будто больше не моя подборка, да» «Алады Дэнс Дней Города» «Но я подумала, что это забавно, выложила это в соцсети, и мне тут же написала подруга «Это ещё что? Мы недавно с мужем ржали, у меня айфон сделал подборку минетов и назвал её «Мы растём» «Всё, у меня всё, спасибо» «Вы лучшие люди на свете, у-ху» «Блин, спасибо вам большое, правда, это было очень круто» «nu» День 72 Продолжение следует...